На пресс-конференции сразу отметили, что общее количество происшествий медленно, но верно снижается. Как снижается число погибших и пострадавших. Так, за прошедшие полгода в Белгороде произошло 78 пожаров. Горели квартиры, дома и дорогой автотранспорт. Только за последние двое суток огонь уничтожил 4 машины. В пожарах погибло 3 человека. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4 смерти. А вот материальный ущерб значительно вырос по отношению к 8 миллионам 2012 года. В 2013-м белгородцы в огне потеряли 16 миллионов рублей. Причины, да, безусловно, те же. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожность при обращении с огнем. И проводятся профилактические мероприятия, беседы, сходы граждан. Как по дворовой, так и в трудовых коллективах, в общеобразовательных учреждениях. И на предприятиях, в организациях. В ходе которых распространяются лекции, проводятся лекции, распространяются листовки на противопожарную тематику. Проводятся инструктажи в области пожарной безопасности. О ситуации на водоемах говорил начальник отдела ГИМС, главного управления МЧС России по Белгородской области, Станислав Скороход. С каждым годом в области регистрируется все больше маломерных судов. Их уже около 1700. Но есть и те, кто управляет судном незаконно. За эти и другие нарушения владельцы обязаны выплатить штраф от 2 до 10 тысяч рублей. За этим ежедневно следят патрульные катера ГИМС. Самое основное нарушение – это езда без права, не имея права на право вождение маломерных судов. Вот если маломерные средства 5 лошадиных сил и выше, уже надо иметь права. Раз. Второе – забыл дома. Ну, что такое забыл, значит их нет. Третье – судно вообще не зарегистрировано в государственной инспекции. То есть он никому не лежит. По первому сигналу нам милиция сообщает, что в таком-то районе появился гидроцидский лист. И чуть не по головам людей ходит. Мы срочно выезжаем, стараемся выловить его, привести в порядок, заставить его зарегистрироваться, сдать на учет. А когда он уже стал у нас на учет, ему деваться некуда. К сожалению, открыта печальная статистика утонувших. В этом году на белгородских водоемах погибло 3 человека. Двое купались в состоянии алкогольного опьянения. Один не смог переплыть реку в необорудованном для купания районе. Впереди еще половина лета. Купальный сезон закончится только 1 сентября. За порядком на пляжах ежедневно следят спасатели. Только на городском пляже дежурят 40 человек, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Однако не стоит забывать, что заботиться о собственной жизни и здоровье в первую очередь должны сами отдыхающие. Дарья Маслова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.